книга открытым оком том 22 тема политика вопрос 3457 в печати муссирует тему продления полномочий президента и спрашивают мнение людей что можно сказать чтобы не согрешить отвечает игнатий тихонович лапкин можно ответить просто что нас это не касается что не мы его избирали и не нам его убирать но если хотите знать для себя какая форма правления лучше то конечно же нужно обратиться к библии бог избирал пророков и через них давал людям знать свою благую волю первоначально бог избирает сам родоначальников будущего царства как было саулом и давидом а потом уж на трон восходит те дети их кому отец завещает в россии тоже пытались воссоздать эту схему заговорили о полномочиях президента не на четыре года а хотя бы на семь лет я слышал по радио кто как мыслит похоже на то что мало кто знает где ответ вроде бы путин это свое предложение мотивировал тем что президенту нелегко войти во все дела большого государства и нужно для ознакомления совсем до двух лет а потом уж вести паству умело но что дадут два года тому кто с детства не просвещен духом святым и к богу не обращается он и через 20 лет будет таким же дундуком вот господь избирает совершенно простого юношу саула и мгновенно он стал царем совершенно не подготовленный к тому и что интересно никто даже не подумал что он совершенно не приспособлен к такой роли а даже напротив рады были тому или избрание пастушка давида он же дня не был при царях и однако и в военном деле и в строительстве и впрочем во всем умудрил весь мир другое дело сын его соломон он возрос при отце политики как александр македонский при отце военачальнике филиппе конечно же если бы я согласился как мне вначале пытались предложить чтобы я взял эту садьбу на 50 лет без взимания налогов как бы в аренду то разве бы я стал столько стал тут строить а когда я знаю что все тут мое и моим детям и близким достанется то я и не счажу себя а вкладываю сюда до последней копейки так и в государстве нужна монархия и хорошие советники у нас сегодня наихудшая система управления пробиться верхние эшелоны власти могут только те кто уже подпирает престол губернаторы притом обязательно же все должны быть масонами как сказано в протоколах в кавычках и что доказал ельцин борис николаевич с горбачевым михаил сергеевичем но кого сегодня можно поставить родоначальника монархии искать ли тысячную долю процента кровей рода романовых когда уже и в николае было меньше двух процентов русской крови нужно искать и богобоязненного и мудрого во всем духовно мыслящего книга серахова 12 5 цитата многие из властелинов сидели на земле тот же о ком не думали носил венец рассуждение чисто теоретические христианин не сможет быть царем потому что государство в том виде какое есть не устоит рухнет и уже не восстановится избрание царя есть в некой степени отвержение от бога первое царство 8 7 цитата и сказал господь самуилу послушай голоса народа во всем что они говорят тебе ибо не тебя они отвергли но отвергли меня чтобы я не царствовал не царствовал над ними да если бы был человек которого сам бог избрал бы но народ все равно начнет против него бунтовать и будет готовиться убить его деяние 7 35 цитата сего моисея которого они отвергли сказав кто тебя поставил начальником и судьею сего бог через ангела явившегося ему в терновом кусте послал начальником и избавителем часто менять правителей которые ничем не отличаются друг от друга не выгодно старые уже наворовали и чуточку успокоились напившись крови переваривают проглоченное как куда вы а новые будут начинать с нуля и опять новые мафия при новом безумце по мне так хотя бы этого и никогда не меняли пусть бы так и было все все же войны нет вода в колонках есть и муку продают в магазинах за веру не преследует открыто транспорт ходит поезда бегут иеремия 51 45 цитата выходи из среды его народ мой и спасайте каждой душу свою от пламенного гнева господа готовиться нужно к худшему молиться жить по евангелию благовествовать о христе книга исаи 47 11 цитата и придет на тебя бедствие ты не узнаешь откуда оно поднимется и нападет на тебя беда который ты не в силах будешь отвратить и внезапно придет на тебя пагуба о которой ты и не думаешь был бы господь за нас 1 царство 2 10 цитата господь сотрет припирающихся с ним с небес возгремит на них господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и взнесет рог помазанника своего не место красит каждого из нас так хочется не хуже выглядеть других откроем библию прочтем не торопясь узнать кто божие друзья а кто враги конечно каин более хитер извилин гуще не скажу мудрее быть может взял ружье и наточил топор но бог предупреждал что грех его не дремлет его запит от кровушки земля осковернена слепым смертоубийством кто выгонит на пастбище козлят где без хозяина оставленным напиться в раю адам владычество познал на тварью бессловесной сам бессмертный все потерял дому пошла раз резня и низости падения не измерить не место красит у овец иаков дрожит от холода подчас не доедает бог за него лаванджа чтоб не вякал и имя на израиля любимцу поменяет с убийцами ворами в камере иосиф чужие люди не с кем помолиться но и его вас ним и к фараону просят пожалуйста займите постер премьера министра давид с овечками на пастбище ночует гнет лук прилаживает прочный тетиву но бог но содержитель в той лачуге с его псалтырию ныне я живу не место нет наоборот совсем сам человек собою место украшает когда с нуждающимся завтрак съест то значит с христом поделится грошами всю землю нам дано собой украсить живым евангелием в дерево взрасти где бог там ничего не значит расы в любом народе обводняй пески 30 мая 2007 год игнатий тихонович лапкин